Всем привет, добро пожаловать на канал. Я сегодня без космокотика, потому что он загорает на балконе, так как жаркие денечки, я его решила не трогать, пусть лежит там. Итак, у нас сегодня с вами секрет, не без реквием. Я чувствую, мы подбираемся к каким-то интересным сценам с фаворитами, и новые разгадки ждут нас, поэтому серия будет очень интересной. Приготовьте себе что-нибудь вкусненькое. А я напоминаю про то, что серии в первую очередь выходят теперь на Бусти и на Дзене, а потом уже на Ютубе. Поэтому, если вы хотите их видеть как можно раньше, то подписывайтесь. Если что, Дзен бесплатный полностью, а на Бусти можно нас с космокотиком поддержать, за что мы будем вам благодарны. Также напоминаю про Magic For You. Украшения, сделанные на заказ с любовью, они отправляются в разные города, поэтому можете заказывать из какого города вы бы ни были. Украшения есть для мужчин, для женщин. Такие мужские браслетики с бусинкой дзы, женские, а также чокеры, сережки, а также свечи, в том числе и массажные делает. Замечательная кудесница. И об этом вы можете узнать, написав в телеграмм bpmagic, хотел сказать .ru, но в телеграмме .ru нет, просто bpmagic. Либо на WhatsApp, все контакты есть внизу под видео. А теперь давайте начнем. Стоите, я забыла попросить поставить лайк. Вот теперь давайте начнем. У нас десятая серия. Небо разрезано крестом, над городом нависла смерть. Ну что ж, давайте посмотрим. Глава 10. Волк в овечье шкуре. Ох, я надеюсь в этой серии будет что-то интересное и с Каином тоже. Ну и с Борисиком. Словно зачарованная, я смотрела на искрящаяся солнечная гала. Сияние от ложных сон слилось воедино, и теперь походила на крест. И яркое свечение слепило настолько, что мне пришлось отвести взгляд. Рядом со мной уже стояли остальные члены отряда, вышедшие следом из поместья. Сколько длится? Думаю, около 10 минут, а что? Долго для Паргелия. Это редкое и кратковременное явление. Бывает только в ясную морозную погоду, когда солнце висит низко над горизонтом. Почти как сейчас. Обычно предвещает осадки, вот только буря вокруг города стихла совсем недавно. В ближайшее время непогоды быть не должно. И что это значит? Кира нахмурилась и вопрошающе развела руками. Ее суетливые резкие движения выдавали страх. Какие еще сюрпризов нам ждать от этого проклятого города? Давайте надеяться, что никаких. Пока солнечно, Грек. Заряди столько снегоходов, сколько сможешь. Если Авраам не блефовал, и мы найдем Ника, то выйдем из Родкова немедленно. А как же миссия? Мы не будем пытаться исследовать базу? Черный ящик сломан. Остальные части базы разрушены. Больше его мы не найдем. Достав крест, Грек поднял его к солнцу. Фигура идеально ложилась на сияние. Может, это был намек не на место, а на... На человека, на время, на высшие силы. На время. Да, на момент, который мы наблюдаем сейчас. Анна и Дмитрий одновременно посмотрели на небо, словно тоже догадались. Тогда обойдем город еще раз, но тише. Разделимся на группы. Со мной пойдут Лайны и Анна. Остальные разделитесь сами. Ну, конечно, мы идем с ним. Как же иначе? Я заметила Кайна, стоявшего позади всех. Он почти сливался со снегом. По обе стороны от него выросли пелены Анхея. Кивнув им, Ангел подал голос. Нам побыть в стороне или наплевать на запрет? Запрет? Пока тебя не было, бессмертные успели зарекомендовать себя не лучшим образом. Их многие... им многие не доверяют. А в Роткове большинство так и вовсе недолюбливает. Не хотят, чтобы они заходили в святые места. Вообще, очень странно. Как ангелы могут не заходить в церковь? Это... бред какой-то. Я снова посмотрела на бессмертных. Перья на их крыльях трепетали на ветру, но лица и тела оставались неподвижными, почти каменными. Буквально спустившиеся с небес создания... Ну, хотя тот из ада, который... демон... Не с небес же. А были отвергнуты верующими. Что же они натворили? Ждите на площади, не будем провоцировать. Но если понадобится помощь, вы должны быть рядом. Генерал окинул отряд взглядом. Мы пойдем в церковь, а остальные к монастырю. Собор рядом с ним тоже осмотрите. Возьмите оружие, можете выдвигаться. Повинуясь приказу, отряд расползся по комнатам, готовясь к выходу. Я зашла к себе и прикрыла дверь. Она сильнее затягивала ремни на плечах, проверяя, все ли в порядке. Оружие дать не смогу, прости. Я и не надеялась. Просто хотела переодеться во что-нибудь удобное. Переживаешь? Я пожала плечами и открыла шкаф. Так, легкие движения. Прямо эта музыка. Обожаю ее. Она реально как из фильма ужасов. Так, дань моде. В лучших традициях. Причем, почему-то этот фильм ужасов какой-то привлекательный. Походу, это уже какая-то болезнь. Бешвов. Абсолютно черный. Ну, наверное, мы абсолютно черный возьмем. Да? Такая Лара Крофт. Прическу не хочу менять. Отстаньте. Нет. Нет. Ну, прикольно, если бы они были белые. Нет. Нет. Нет, ну что за кудрявый баран? А маймон? Хотя. А красный тоже красиво. А я тут подумала. Хотя пускай будет. Просто хочет алмазы потратить. Ага. Осмотрев себя, я с сожалением отметила, что нож, который у меня забрали после возвращения с базы, отлично подошел бы для защиты и сейчас. А почему у нее забрали нож? Не терпится отсюда убраться. Ну, мне комната нравится. Анна сказала это едва слышно и с какой-то мольбой в голосе. Я помедлила, прежде чем ответить. Мне казалось, за пределами города все гораздо ужаснее. Разве не лучше остаться здесь? Ха, там привычней. А здесь все напоминает о... Анна запнулась, так и не закончив. Анна сложила руки на груди и задумчиво наклоняла голову. Ты так хорошо смотришься в моих вещах, что я начинаю им их ревновать. С оружием я смотрелась еще лучше. Смотрюсь. Хорошая попытка. Я никогда не задумывалась о том, как Анна смогла сохранить столько одежды после апокалипсиса. Ты взяла эти вещи из разрушенных домов и магазинов? Нет. Это все давно сделали мародеры. Чаще всего они просто грабят. Но самые безбашенные выбираются в незащищенные территории в поисках наживы. В большинстве случаев они становятся зараженными и не возвращаются. И если это так опасно, почему они продолжают? Чтобы выжить. Некоторым проще рискнуть головой, чем честно вкалывать на благо общества. За дверью раздался басистый голос генерала, и мы поспешили на улицу. А хорошо бы были еще спецэффекты с голосами. Мне их тут не хватает. Отряд разделился, и мы втроем пошли к центру площади. Бессмертные следовались за нами по крышам домов. Генерал не хотел, чтобы крылатые существа привлекали лишнее внимание. Я чувствовала на спине взгляд алых глаз, мрачный и напряженный. Тот, от которого тело обдает холодом. В какой-то момент мне захотелось обернуться и встретиться с ним, увидеть такое выражение лица у Кайна сейчас. Но я сдержалась. А может, просто не была готова узнать? Что-то подсказывало, что это знание не принесет мне радости. Скорее, породит кучу ненужных вопросов. Ангел что-то знал обо мне, что-то скрывал. Он давал обещания, а после исчезал во тьме. И в то же время никогда не уходил до конца. Просто растворялся в пространстве вокруг, заполняя собой каждый сантиметр. Звучит как орбитинг. От мысли о нем было не сбежать и не скрыться. И пусть улыбка Кайна порой могла быть мягкой, и взгляд красный глаз внушал страх, заставляя нервничать и искать подвох в каждом слове и действия. И кто-то мне объяснит, почему красные глаза у него. Кайн выжидал, наблюдал и играл. И я вздрогнула, стараясь отогнать эти мысли прочь. Сейчас важнее было другое. Как и в любой другой день, вокруг церкви было оживленно. А рядом суетились торговки, случайные прохожие, резвились дети. Уже привыкшие к отряду местные не выделяли нас из общего потока и не обращали внимания. Купола, очертания которых виднелись вдали, напоминали мне о Борисе. Не хочется думать о том, что с ним могло произойти. Наши разговоры приносили успокоение. Какое-то неописуемое чувство принятия ощущалось, когда мужчина смотрел мне прямо в глаза. Борис был будто не из этого мира, как сошедший со страниц сказки «Принц». Идеальный во всем. Или просто очень одинокий, а от того и понимающий. Ведь лучше всех чужую боль чувствует тот, кто сам через нее прошел. Добравшись до церкви, мы толкнули массивную деревянную дверь и вошли. Внутри, как и говорил генерал, было пусто. Ух, та церковь похожа на... у нас тут недалеко есть. Помещение наполнил застаившийся аромат Ладена. Здесь камни не занимают большую часть места. Необычно. Я слышала о сибирских церквях от генерала Ллойда, но никогда не была внутри. Тут красиво. Или... да, тут красиво. Самое видеть их интереснее, чем слушать чужие рассказы. Здесь даже воздух ощущается иначе. Не души. Действительно странно. Остальным идти до монастыря дольше. Осмотрим церковь, пока они не добрались и не узнали, появился ли там кто. Я прошла вперед, рассматривая рисунки на полу, стенах и потолке. Не понимаю, что мы можем тут найти? Здесь нет дверей, нет подвала, что искать? Анна вздохнула и подошла к иконостасу, осматривая пространство рядом. Хады, как в поместье. Замурованные двери или лестницы. Рядом в церкви куча зданий. Они могут быть соединены. Каждый погрузился в свои мысли. Мы разошлись по разным углам и начали проверять помещение, стараясь ничего не повредить. На нас давила тишина, в которой из атмосферы церкви присутствовали нотки скорби. Свет, проникающий внутрь через пару маленьких окошек, постепенно тускнел. Прошло не меньше часа, прежде чем Анна подала голос. Дмитрий, ты уверен, что горожане ничего не скажут? А у тебя другие мысли на этот счет? Из церквей пропали все священнослужители. Внутри нет ни одного прихожанина. Эти люди знают о происходящем и не думают, что они против. Мы могли бы зайти к Юлиане. Ты готова подставить ее? Если жители припугнули, им опасно распространяться о том, что здесь происходит. Анна нахмурила брови и потупила взгляд. Будем надеяться, что у остальных дела идут лучше. Достав рацию, Дмитрий обратился ко второй группе. Лестер, вы дошли? Только добрались. Все так же, как и несколько часов назад. Словно они все под землю провалились. Мы причесали монастырь, комнаты пустые. В соборе тоже никого? Генерал помедлил с ответом. С каждой секундой он становился все мрачнее. Ждите следующего приказа. Он убрал рацию, устал и потер переносицу. Вот сколько ему лет, а? Судя по морщинам, как будто ему лет 45. Но он же не может быть таким. Я к тому, что если нашей героине лет 28 примерно, ну, она типа не самая юная девочка, но и не женщина в летах, да? Она такая, ну, средненькая. Мне кажется, около 30, не больше. То, наверное, генералу по-хорошему должно быть где-то 35 максимум. Ну, типа, чтобы мы хоть как-то соответствовали друг другу. Вдруг позади нас раздался скрежет. Входные двери распахнулись и зашел Грег. Быстро же он управился со снегоходами. Видели, что на площади горожане сворачивают палатки? А некоторые из торговцев уже вообще ушли. Может, просто испугались Гала? Вроде народ здесь не испугливых. Что-то происходит. Мы теряем время. Аврам мог послать нас по ложному следу, чтобы мы точно не смогли помешать культу. Или что тут у них? Нам больше нельзя медлить. Нет смысла быть обходительными. О чем ты? Дмитрий посмотрел в сторону величественного иконостаса. Генерал Ллойд рассказывал, что на этой стене изображены лики святых. Но вряд ли Дмитрий захотел просто помолиться. Решительно подойдя к царским воротам, Дмитрий толкнул их, но те не поддались. Дмитрий, ты же знаешь, что туда нельзя входить просто так. У нас нет времени. Вы хотите покончить с этим? Или мне лучше просто подождать в сторонке, пока эти ублюдки перебьют всех остальных? Доставь пистолет, Дмитрий несколько раз выстрелил в двери и, запиравший из осов, разлетелся в щепки. Скрипнув, они разошлись. На лестнице, ведущей в колокольне, показался Каин. За его спиной виднелись еще две пары крыльев. Мы слышали выстрелы. Все в порядке. За мной. Генерал уверенно вошел внутрь. Он осматривал стены, не церемонясь, снимал иконы и отодвигал немногочисленные святыни. Это не стена, а заложенный кирпичами проход. Ружьте его. Но это же храм. Замявшись, ангел напряженно посмотрел на Дмитрия. Несмотря на внешнюю строгость, Анхея не хотела лишать людей места, где те обретали веру. Каин, Пелеон. Навалившись, бессмертные проломили хлипкую стенку. Проход оказался разрушенной частью пристройки, ведущей в трапезную неподалеку. Равняйте с землей всю церковь. Подождем, пока служители сами выберутся из своих нор. А-а-а. Вот как он решил. Ну, в мире, где нет ничего святого, в принципе, правильно. Ну, я к тому, что, если уж там священнослужители спятили, то чё ж делать. Ни в силах не спорить с генералом, не выполнять его приказом, я раздосадованно покачала головой, вспорхнула под купол, скрывшись из виду. Дмитрий, жители могут быть невиновными. Могут. Но, судя по тому, что мы видели, это приказ. Эта церковь последнее место для тех, кто всё ещё верит. И никто не вправе лишать их этого. Мы сможем найти ни кони груша всё подряд. Аврам дал подсказку, просто нужно понять, как её применить. А разрушая, мы становимся ничем не лучше обычных мародёров. Ну, вообще-то да. Поэтому остановить разрушение... Стойте. Это уже слишком. Что слишком? Пытаться найти виновных? О чём я вообще говорю? Город покрывает убийц. А ты хочешь, чтобы я с ними считался? Нет. Но в церкви нуждаются многие. Это особое место. Не какой-то дом, который можно починить тем, кто будет под рукой. Точнее, что будет под рукой. Да кому какое дело до этой церкви? Что я несу? Конечно, важнее найти Ника любыми способами. Лэйн, здесь нет места жалости. Мы либо стоим на своём, либо уходим ни с чем. А ты сейчас мешаешь. Мысли путались. Я думала об одном, а говорила другое. Я знаю, знаю, просто... Нет, никаких просто. Всё идёт так, как должно. Дмитрий поднял кадила. Застывший воск осыпался на пол, разбиваясь на мелкие кусочки. Он замахнулся на другую стену, в которой также проглядывались очертания заложенного кирпичами прохода. Руки задрожали, а мысли проносились так, что я перестала отдавать себе отчёт. В последний момент, схватившись за ножку подсвечника, я остановила удар. Прекрати! В тот же миг сильная слабость завладела телом, а язык стал заплетаться. Я повалилась на пол, не в силах устоять на ногах. Голова загудела. Что-то волной поднималось от сердца к разуму. Голова трещит невыносимо! Орваные вспышки ощущения нахлынули на меня и поглотили. Прорвавшиеся сквозь невидимые барьеры, они топили сознание буйным потоком. Я с ужасом представила, как росток чувства пробивается в моём сердце, пытаясь выбраться наружу. Рвёт плоть, желая распуститься. Для меня, привыкший к тишине внутри, голос совести был невыносим. Возвращение чувства было подобно уколам сразу тысячи игол. Нет, не надо. Я не хочу чувствовать это больше. От нехватки воздуха всё вокруг меня темнело. А вот же штырит нас. Опять. Опять этот сраный коридор кривой. Что это? Что за дверь в потолке, в стене? Ночь на Сибири всегда тянулась долго. Особенно, когда кто-то решал испортить тебе настроение. Сколько бы ночей ты не провела над книгой, всё равно сойдёшь с ума раньше, чем поймёшь хотя бы одну её тайну. Как и вся до тебя. Мужчина ушёл в свой кабинет. Вот козлина. Как можно так человеку делать внушение? Это же прямое программирование. Мужчина ушёл в свой кабинет, не заметив, что из-за сквозника дверь не закрылась до конца. Спасибо за приятное напутствие на ночь. Раздался звонок мобильного, и Лэйну слышала голос генерала. В спокойном тоне вдруг появились нотки напряжения. Девушка прислушалась. И какую часть? Только Штаты или других стран тоже коснётся. Ты шутишь? Это же всё восточное побережье. Такой мощи не бывает. Лэйн напряглась. Лампа в коридоре замигала и погасла. Помещение стало холодным, тёмным и отчуждённым. О чём он? Там же живут мои родители. Лэйн встала из-за стола и тихо приоткрыла дверь. Ты уверена? Приборы не сбоят? Генерал замолчал. Послушался его тяжёлый вздох. Снова заговорил он уже холодным, бесстрастным голосом. Сколько дней шла эта волна? Как её могли заметить только сейчас? Я знаю, как образовывается цунами. Речь не об этом. Целое побережье. Считай, они уже мертвы. Нет, нет. Стены вокруг задрожали. Пол уходил из-под ног. Я просто ослышалась. Кабинет медленно расплывался из-за голоса... Из голоса генерала исчезла хрипотца. Лэйн, очнись! Кто-то тряс меня за плечи. Придя в себя, я резко распахнула глаза. И тут же согнулась пополам. Тело ныло так, словно меня ударили под дых. Совладать с нахлынувшими эмоциями оказалось тяжело, как и принять их. Вместе с частью воспоминаний тебе пробудилось забытое чувство милосердия. Вау. Спасибо. Кажется, память понемногу возвращается, как и прежняя я. Но не уверена, что хотела испытать все это еще раз. Ты как? Не до конца осознав происходящее, я лишь молча кивнула и встав на ноги осмотрелась. Мы находились у фонтана напротив церкви, в которой я потеряла сознание. Наверное, меня вынесли на свежий воздух. На площади почти не осталось людей. Ларьки закрыли, телеги с товарами были накрыты и кинуты у домов. А что с проходами? Удалось что-то выяснить? В конкретике мало, приятного еще меньше. За стенами нашли... нашлось пару камер. Кого бы там ни держали, но места отвратительные. Богаотступников? Или кого-то из наших ребят. В любом случае, сейчас там уже никого. У нас снова нет зацепок. И что теперь? Я все думаю, почему Аврам прислал именно крест. Да, он указывает на время, но это слишком тонкий намек. Может, он хотел указать на то, что мы точно знаем? Девушка задумчиво поправила очки. А заброшенный проход в монастырь кто-то осматривал? Несмотря на то, что небо почти полностью заволокло тучими, Галла продолжала сиять. В этом было что-то противоестественное и тревожное. Генерал приказал второй группе ждать нас на месте. Почти бегом мы направились прочь с площади. Бессмертные вспорхнули с крыш, распутав сидевших на проводах воронов. Над головой пронеслось две фигуры, алая и светлая поменьше. Чтобы не терять время, они полетели к монастырю. Я просмотрела вверх, наблюдая, как вровень с ними, с кровли домов падает снег. Почему-то Каин решил остаться рядом. Хоть в этот раз ты не исчез. Улицы вокруг опустили, и даже двери лавок, зачастую открытые ранее, были захлопнуты. У меня плохое предчувствие. С каждой минутой мне все больше кажется, что ничем хорошим этот день не закончится. Надеюсь, в этот раз твоя интуиция тебя подводит. Даже воздух сейчас ощущается иначе. Как-то свежее и мягче. Пахнет талой водой, как в первый день весны. Мы прошли в столовую, в которой работала Юлиана. Девушка стояла у окна, сильнее закутавшись в платок, и провожала меня взглядом. Так, точно ли жители знают, чего именно нужно опасаться? Или просто прячутся от страха, не представляя, что их может ждать? Предупредить жителей об угрозе, конечно. Подождите минуту. Свернув с дороги, я подошла к столовой. Как и ожидалось, двери были закрыты. Я постучала в окно, стараясь не обращать внимания на окликнувшего меня несколько раз генерала. Наконец раздался скрип старых петель, и в небольшой щели показалась девушка. Что тебе нужно? Почему на улицах никого? Куда все подевались? На небо посмотри и подумай. Только поэтому? А чего она грубит нам? Девушка нахмурилась и отвела взгляд. Сидите дома и не высовывайтесь, и будет все хорошо. Не могу понять, она знает или нет. Просто засесть дома? А эта дряхлая деревяшка тебя защитит? Я постучала по стене, холодно посмотрев на Юлиану. Ощетинившись, девушка попыталась захлопнуть дверь у меня перед носом, но я успела придержать ее ногой. Не знаю, почему ты не хочешь говорить, но если начнется бойня, никто вас не спасет и не пожалеет. Подумай об этом. Юлиана силой дернула ручку еще раз, и я убрала ногу. Чтобы не случилось, легче предугадать беду, чем разбираться с последствиями. И как мы предупредили жителей, если мы просто Юлиане сказали, типа, «Если что, а вас никто не спасет!» В чем тут предупреждение? Вернувшись в строй, падая, испепляющий взгляд генерала, я зашагала дальше вслед за остальными. У прохода нас ждала вторая часть отряда. Кайн присоединился к нам еще, когда мы вышли к кладбищу. Теперь он встал неподалеку, погруженный в собственные размышления. «Нужно осмотреть каждый сантиметр внутри и снаружи». Где-то почувствовала ветер. Грек обратился к Анне. Та зашла в темноту помещения и закрыла глаза, пытаясь воссоздать в памяти нужный момент. «А он шел отсюда? Ты тычешь в каменную стену? Опять будут какие-то фоксы с дверьми?» Я пожала плечами, не зная, что на это ответить. Задумавшись, Лестер предложил. «Я возьму несколько человек и осмотрю стены. Вероятно, внутри этой части монастыря можно... Внутрь этой части можно попасть другим способом». Дмитрий только кивнул, не сводя глаз Пелеона, обессиленно сидевшего в отдалении. «Что с ним?» «Он такой с тех пор, как мы подобрались к монастырю. Говорит, что пройдет». «Странно. Проследи за ним». Сжав губы в тонкую полоску, Анхия сдержанно кивнула. «Такими темпами мы просидим тут до ночи. Мне...» «А стоит помочь Анне и Грегу. Всем. Мы всем помогаем». Я зашла под каменные своды. Грег осматривал стены, пока Анна ходила за ним с фонариком. «И есть результат». Тяжело сказать. Для начала нужно осмотреть каждый камень, а это требует времени. «Мы хотя бы знаем, в каком направлении искать». «Я помогу. Что мне делать?» «Подержи фонарик. В четыре руки мы справимся быстрее». Забрав прибор из рук девушки, я направила луч света на стену. «Напоминает те дни, когда Донован скидывала на нас двоих всю работу с бумагами». «Да, ведь что тогда, а что сейчас я делаю ее большую часть». Осматривая камни, Анна подружески задела Грега плечом. Донован всех успела достать. «Я совсем забыла, что раньше она работала на твоей базе». «Как-нибудь расскажешь о ней? Интересно, какой профессор была раньше». Милая выдалась беседа. Дружба стала крепче. Через какое-то время вернулся Лестер с остальными солдатами. Им не удалось найти другой вход. Грега и Анна продолжали поиски, кропотливо проверяя каждый сантиметр помещения. И это принесло плоды. Грег с трудом вытащил из стены один из камней, являющийся заглушкой. «Генерал, тут выемка под форму креста!» Дмитрий подошел ближе. Он приложил серебряное украшение к углублению, на которое указывал подчиненный. «Да ладно, что тайная дверь?» Крестик стал идеально. Раздался щелчок, и камень с выемкой вдруг выпал из стены. За ним показался рычаг. С недаемым любопытством я приблизилась, пытаясь разглядеть происходящее. Широкие спины Грега и генерала закрывали весь обзор. Анна тоже стояла рядом, но моего интереса не разделяла. «На счет три крутим!» Механизм тронулся, пол дрогнул, и вокруг нас поднялась каменная пыль. Плита, на которой мы стояли вчетвером, начала медленно опускаться. Мужчины продолжили крутить рычаг, и мы медленно опускались глубже. Лифтовая шахта? Значит, дуло не из стены. Это многое объясняет. Че, спустились в ад? Спустя еще несколько оборотов внизу показался проход. И Люцифер. А, кстати, было бы прикольно, если бы его сюда включили. Анна встала впереди остальных и, достав пистолет, направила его в темноту. Надеюсь, нас тут не поджидает, новые твари. Рычаг удалось прокрутить еще несколько раз, прежде чем плита с глухим стуком ударилась о пол. Приехали. Дмитрий включил фонарик и направил свет в мрачный каменный туннель, который открылся перед нами. Подземелье? Видимо. Но пока не будем идти дальше. Возьмем с собой бессмертных и еще пару человек. Вниз сбросили веревку, по которой к нам спустилась Кира и Лестер. Остальные солдаты остались в монастыря на случай, если потребуется быстро отступать. Каин спрыгнул в яму без особых усилий и молча встал к стене. С Анхеей Пелеоном вышло сложнее. Ноги демона задрожали. Да что с ним? И тот неудачно упал на колени. Анхея выглядела недовольной, но не стала отпускать в его адрес едкие комментарии. Она просто подставила свое плечо и помогла ему подняться. Думаю, Анхея повела себя благородно. Она решила помочь Диму, хотя могла и не делать этого. Из туннеля тянет какой-то гнилью. Да, здесь еще тот еще аромат. Будьте осторожны. Мы не знаем, что с никомы на нашей или стороне Ноа. Если они стали зараженными, это больше не люди, а просто враги. Остальные понимали, что Дмитрий прав, но ничего не ответили. Возможно, им хотелось верить в лучшее. Каин, мы с тобой пойдем впереди. Грег, Лайн. Лайн? Лейн, блин. И Анна за нами. В хвосте останутся Кира с Лестером и Пелеон с Анхеей. Он повернулся к последнему. Контролируйте то, что происходит у вас за спиной. Если здесь еще какие ходы нас могут зажать с обеих сторон. Заняв нужные позиции, мы вошли в туннель. Почти сразу все ощутили на себе угнетающую тишину подземелья. Мрачные стены давили на сознание. В какой-то момент мне показалось, что они стремительно сужаются. Я посмотрела на Грега и Анна, но те выглядели напуг... Не выглядели напуганными. Значит, померещилась. В таком месте легко свихнуться. Услышав звук, я резко обернулась. Кира удивленно посмотрела на меня. Что? Звук исчез. Нет, ничего. Как странно. Опять глюки. Чем дольше мы шли, тем омерзительнее становился запах. Он был липким, приторным и тошнотворным. Смотрите под ноги. Тут много железных штырей. Как теперь перестать думать о том, для чего они здесь расставлены? Меньше знаешь, крепче спишь. Становилось тяжело дышать. Спертый воздух мешался с едким ароматом и кружил голову. Странный звук вновь прошелся по тоннелю. Когда за спиной раздался глухой удар. Все резко обернулись. Обессиленный пелеон завалился на пол. Анхея села рядом, пытаясь помочь ему подняться, но он лишь устало вырвал руку из ее хватки. На его лице проступил пот. Я первый раз видела бессмертного в таком состоянии. Гадство. Скажешь, наконец, что с тобой? Демон недолго помолчал, а затем процедил сквозь зубы. Я чувствую чужое присутствие. Ёп, блин, а нельзя было раньше сказать, а? Оно появилось незадолго до полета к монастырю. Чем ближе мы подбирались, тем сильнее оно становилось. Начало подавлять мою волю, словно хотело стереть или поглотить. Сейчас я даже не могу пошевелиться. Такая звериная сила впервые сталкивалась с подобным. Пелеон задрал голову, силясь увидеть состояние двух других бессмертных. Кайн презрительно посмотрел на него. Кайн в своем репертуаре. Ангел тоже вел себя подозрительно тихо, но измученным не выглядел. Что смотришь? Вы ангелы, вам легче. На вас это почти не действует. Кайн лишь криво и как-то болезненно усмехнулся. Вообще-то я тоже чувствую чье-то присутствие. Оно давит, но затем отступает. Что-то мешает ему, сдерживает. Если этот демон сможет прорваться в ваш мир. А землю настигнет участь небес. Это значит, культ начал ритуал призыва? Тогда нужно помешать им его закончить. Анхея, Кайн, поменяйтесь местами. Кайн подошел к демону и рывком поднял того на ноги. Анхея же поравнялась с генералом. Идем. Нам пришлось ускорить темп в несколько раз. Теперь мы почти бежали по тоннелю. А зачем нам демон, который не может ничего сделать? Может надо было его оставить наверху, чтобы ему легче было? Он же нам никак не поможет. А мы можем его потерять в бою, если что. Как-то неразумно. В какой-то момент под ногами захрустили тонкие ветки. Грек направил фонарик вниз, и ими оказались редкие кости. Анхея вдруг резко остановилась. Стойте! Впереди голоса! Дмитрий кивнул и погасил свет. Остальные сделали то же самое. Выставив перед собой пистолет, генерал медленно отступил во тьму. Точнее, ступил, наоборот, вперед во тьму. Двигаясь почти на ощупь, мы замедлили шаг. Эхо донесло до нас обрывки разговора. Он предал нас. Замолчи, и он бы не стал. Тогда что мы здесь делаем? Знакомые голоса. Это послушник и трудница, которых мы видели на снимках камеры. Под ногами хрустнула кость. Черт! Иосиф! Я слышал. Чужой шепот прозвучал совсем близко. Затем раздалось странное копошение, и туннель озарила яркая вспышка света. В метре от меня стояли генералы Анхея. Они зажимали рты, прикованным к стене Иосифу и Лидии. Грек включил фонарик и направил его на противоположную сторону. А-а-а! Вот и Нуа! Нуа! Что с ним сделали? Все в порядке, он еще дышит. Нужно скорее вытащить его отсюда. Ему нужна помощь. Если Нуа лежит тут полудохлой и приколанной цепью, мы можем снять с него подозрения? Пока нет. Узнаем все, когда он очнется. В этом месте гадкий запах достиг своего апогея. Давя семья попыталась опереться о стену, но рука проскользила, словно по жиру. Отдернув ладони от оберзения, я взглянула на пальцы. Они были вымазаны в саже и странно пахнущие копоти. Отвратительно. У стен валялись непонятные черные ошметки и осторожно надавила на один из них ботинком. Несколько толстых личинок вывалилось из дыры наружу. Ай, меня сейчас тошнит. Кира отвернулась, едва сдерживая рвотный позыв. Если Нуа тут, то где тогда Ник? Пусть ответит. Дмитрий холодно посмотрел на Иосифа. Предупреждая, если попробуешь закричать, я сверну тебе шею. Послушник кивнул. Получив возможность говорить, он затороторил сухим и безжизненным голосом. Аврам! Аврам с ними! В главном зале! Он кинул нас сюда! Какой к черту Аврам? Где наш парень? Низкий? Он ушел вслед за Аврамом. Смог как-то освободиться. Сказал, что освободит нас, но не вернулся. Куда ушел? Дальше, в туннель. Мелкий засранец. Теперь лезть в самый улей. Но он ведь сказал уезжать сразу, как только мы найдем пленных. Дмитрий, мы не можем бросить Ника тут. Освободите нас и вытащите отсюда. Мы должны его остановить. Дмитрий снова закрыл рот послушника рукой, затем склонил голову, нервно потирая переносицу. Поступим так, Лестер. Кира, Лейн, отнесут Ноа и этих двоих на поверхность. Остальные пойдут со мной за Ником. С бессмертными у нас есть преимущества, и мы воспользуемся им. Но если ситуация накалится, я не стану жертвовать никем из вас. Ника спасаем по возможности. Это всем ясно? Дмитрий посмотрел на Грэга. Тот жал челюсть, но не стал возражать. Зато сделала я. Мне нужно увидеть ритуал. Он связан с книгой. Это очевидно. А мы, очевидно, хотим сохранить твою жизнь. Я... я буду держаться в стороне. И не лезть в самую гущу. Думаю, это прозвучало более-менее убедительно. Ну, в принципе, да. Мы же всегда держимся в стороне. Повесла тишина. Послушник Сипл умычал что-то, пытаясь освободиться от руки генерала. Пусть идет, раз так хочет. Мы слишком много времени тратим на пустые разговоры. Спасибо, Каин. Если вы не хотите потерять этого демона, то советую поторопиться. Каин приподнялся с ехавшего, полуздохшего Пелеона. Голова демона вяло болталась, и тот уже не реагировал на окружающих. Лейн пойдет с нами. Выполняйте приказ. Если Пелеон в таком состоянии, может, тоже отправим его обратно? Нет, нам нельзя терять бессмертных. Когда остановим ритуал, он придет в себя. Каин кивнул. Вот и славно. Ластер и Киры направились обратно, прихватив с собой Ноа и двух брыкавшихся пленных. Последние рвались с нами, но страх перед пистолетом Дмитрия быстро их успокоил. Мы пошли дальше, вскоре почти перейдя на бег. Не было времени на осторожность. Счет шел на минуты. Туннель расширялся, а стены больше не давили. На них появлялись тусклые росписи. Сношающиеся демоны неясной формы и полузвери, не похожие на земных. Путь голоса Бога. Из-за странного и неоднозначного содержания они вызывали отвращение. Из туннеля подул ветер, и спустя некоторое время впереди показался свет. Демоническая сила, понятно. Чертовщина какая-то. Перед нами открылся огромный ритуальный зал. Каждый он располагался прямо под монастырем. Дурманящий запах церковных свечей, которым пропитались полы стены, мешался с другим, очень знакомым. Судя по количеству фигур тут и собрались все священнослужители, которые есть в городе. Они нас не замечают, застыли в молитвенной позе и не шевелятся. Эти монахи замерзли насмерть. Я подошла ближе к ледяным изваяниям. Лица даже глаза этих людей покрылись тонкой прозрачной корочкой. Чего? Рядом с каждым из них лежала чаша. На дне одной из них остались полупрозрачные красные капли. Я начала догадываться, что за запах показался мне знакомым. Не забывайте, наша цель – найти Ника. Пробираясь сквозь ряды снежных скульптур, мы вышли к самому центру. В круге на чертане стоял Аврам. В руках он держал нож, лезвие которого упиралось в шею Бориса Романова. Ох, чертов придурок. Как вы здесь оказались? Я не поняла, он не рад нам или что? Позади них лежал измотанный Ник. По всей видимости, он был жив, но находился без сознания. Поняв, что дело принимает серьезный оборот, Кайн бросил демона на Анхею и вышел вперед, поравнявшись с Дмитрием и Грегом. Мы с Анной остались позади. Не подходите ближе. Мы должны попытаться спасти Бориса. Успокойся и подумай сначала о себе. Аврам посмотрел на Дмитрия взглядом, полным ненависти и разочарования. Его губы дрожали о злости. Отдайте книгу. Не слушайте его. Послушник замялся на секунду, а затем сильнее надавил лезвием на горло. Положите ее перед ним и отойдите на несколько метров. Под Борисом я заметила начертание схемы, которая была в дневнике его деда. Небольшие каналы шли к каждому записанному, написанному кровью знаку. Недоставало лишь последнего. Того, что был стерт в дневнике, но точно находился в книге, откуда изначально и был взят. Прежде чем совершить финальное жертвоприношение, культу нужно узнать этот символ. Просто бегите, завалите путь обратно камнями, он отсюда не выберется. Борис, ты что, дурак, что ли? Тут призыв происходит. Даже если завалить камнями, если он кого-то призовет, это не остановит. Не остановит демонов. Борис обращался ко мне. Не к генералу, не к бессмертному, а к девушке, недавно присоединившейся к отряду. Но почему? Ответ был один. Потому что он знает, что книга у меня, наверное. Он абсолютно уверен в этом. Поэтому он заставляет именно меня сделать этот тяжелый выбор. Просит бросить его тут, но уверен в том, что я поступлю иначе. Теперь понятно, к чему была вся его обходительность. Борис сделал все, чтобы в конце захотела его спасти. И будь здесь прежняя я, его план бы удался. Мне было бы важно спасти жизнь человека, который был добр ко мне. Но сейчас чувства не застилают мой разум. И все мелкие детали выстраиваются в полную картину. В день, когда мы впервые встретились, Кайн отдал мне книгу при Борисе. В ту же ночь произошло нападение, и убийца скрылся через комнату, о которой мог знать лишь хозяин. Затем этот приторный запах настойки, после которой на меня накатил дурман. Но что самое главное, когда Борис защитил меня, у него появился порез, идущий слева направо. Так бьют те, у кого ведущая рука правая. А Ноа? Борис! Ноа левша! В зале повисла тишина. Борис наклонил голову, скрывая лицо. Когда он снова посмотрел на меня, на его губах застыла мягкая улыбка. Не страшно? Я все равно устал сидеть на коленях. Все же годы берут свое. Он тихо посмеялся и, небрежно отодвинув лезвие от горла, как ни в чем не бывало, встал. Аааа, так. Растерявшийся Аврам испуганно посмотрел на крест. Из него вышла Люба. Из-за него вышла Люба, державшая маленький револьвер, направленный на послушника. А вот и сообщница. Понятно. Выхватив из дрожащих рук Аврама нож, Борис уверенным движением полоснул того по горлу. На крест брызнула кровь. Послушник повалился на пол, Роман всклонился над ним и посмотрел с какой-то особенной грустью и скорбью. Ненаигранной, не фальшивой. А ведь если бы Люба не встретила твоего странного гостя, я бы так и не узнала о предательстве. Мне жаль, что так вышло. Блин, и Борис психом оказался. Что ж такое-то, а? А музыка-то какая была на него? Ангельская? Прям вот как будто все тут святые в этой истории оказываются злодеями. А Дмитрий в итоге окажется святым. Хотя он военный. Военный генерал. Дмитрий попытался сделать шаг вперед, но Борис кивнул Любе. Кивнул Любе и та направила револьвер на голову Ника. Бессмертные наблюдали за происходящим без особого интереса. Они были готовы действовать по приказу генерала. Остальное их мало волновало. Грег и Анна непонимающе смотрели на Бориса. Они не знали, чего ожидать дальше, и неизвестность пугала. Едва заметно повернув ко мне голову, генерал тихо произнес. Догадалась, значит. Я рад, что не ошибся на твой счет. Дмитрий помнит ваш разговор на площади. Внезапно за нашими спинами раздался надрывный крик боли. Нет! Лидия выбежала из прохода и понеслась через ряды монахов, пробираясь к истекающему кровью послушнику. Вслед за ней спешил Иосиф. Как они сбежали от Киры и Лестера? Эти двое плохо выполняют свою работу. Остается надеяться, что они в порядке. Совершенно не реагируя на послушников, Борис не спускал глаз с отряда. Дмитрий также не спешил делать первый шаг. Люба в растерянности посмотрела на хозяина поместья, а затем на приближающихся служителей. Закрыла глаза и выстрелила на поражение. Иосиф свалился рядом с Авраамом. Там же на колени упала Лидия. Зал наполнился истеричным криком девушки. Стены дрогнули, а после все стихло. Вдруг с потолка посыпалась пыль. Мелкие кусочки камней падали на фигуры монахов и разбивали лед, отчего статуи покрылись трещинами. Стены дрогнули еще раз, и проход за нами завалило. Теперь мы остались заперты с парой безумных оккультистов в огромном ритуальном зале. Что это? Треск ускорился и пошел волной. Замерзшие священнослужители поднимались, вылезая из своих ледяных оконов. Чего? Их тела покрылись черными капиллярами, глаза больше не видели, а разум блуждал в темноте. О, понятно. Не подходите к монахам. Они превратились в зараженных. Вот черт. Зачем? Зачем Борис это сделал? С потолка падали камни побольше. Куски размером с булыжник рушили все больше ледяных скульптур. Они просыпаются, вам нужно выбираться отсюда, если хотите спастись. Все, встаньте ближе друг к другу, когда я скажу, начнем прорываться к Никоу. И что потом? Проход завалило, вокруг толпа зараженных. Каин, ты сможешь? Ангел, теперь выглядевший почти так же болезненно, как Пелеон, неуверенно кивнул. Да. Поздно. Ритуал почти закончен. Борис взял нож и провел лезвием по запястью. Присев на одну колено, он опустил руку в тот же канал, что и застывшие священнослужители. Алые капли исчезли в темной вязкой жидкости. Ха, так вот куда делась кровь от родей. Теперь нужен лишь последний знак. Лэйн, позволь мне рассказать тебе кое-что. И, быть может, ты изменишь свое мнение. Лэйн, не двигайся. Я застыла в нерешительности. С потолка посыпалась очередная порция пыли, и камни обрушились на фигуру, стоявшую недалеко от меня. Трещина расползалась стремительно. Врываясь изо льда, монах потянулся ко мне, но генерал выставил руку, на время задержав зараженного. Фу, блин. Все произошло очень быстро, несколько пар жилистых рук возникли передо мной, тем самым отделив меня от остального отряда. Я услышала голос Дмитрия, пробивавшийся через стену обезумевших монахов. Лэйн, защитени-ка! Я попятилась, когда меня схватили за руку. Не бойся. Борис, ты что, больной? Ты больной, что ли? Что значит не бойся? Мы вокруг зараженных. Точнее, вкругу зараженных. Борис рывком втянул меня в круг, куда не заходили монстры. А-а-а, вот в чем дело. Романтика с психопатом, который управляет монстрами. Это то, что мы искали, да? Ник все так же лежал позади него без сознания, а трясущаяся Люба продолжала целиться в голову парня. Мужчина крепко держал меня за предплечье и не давал обернуться, но я слышала выстрелы. Значит, отряд сражается и скоро прорвется ко мне. Лэйн, книга ведь у тебя? Доверься мне, я знаю, что делать. Нужно просто постараться не умереть. Хватка Бориса вдруг усилилась, на его руках проступали черные вены. Они подобрались к глазам, поглотив всю левую половину тела. А-а-а, ой, блин, фу, а мы еще думали про ветку с ним. Он повалился на колени, согнувшись от боли. Опешив от неожиданности, я на время забыла, что... Что за человек сидит передо мной? Борис, ты становишься зараженным, ты в курсе? Мужчина сражался. Я видела, как капилляры пульсируют, но не двигаются дальше. И это тяжело сдержать. Если он лишится сознания прямо сейчас, мы оба покойники. Нужно не дать ему отключиться. Борис, давай поговорим правильно? Правильно. Борис, ответь сначала. Почему не остановишься? Борис снова содрогнулся. Он схватился за мноющую рану. Думаешь, я не пытался сбежать, уехать из города? Мне удалось. И жертвы прекратились, но потом появился этот чертов разлом. Я пытался унять совесть, убедить себя в том, что это не моя вина. Что это глупые сказки деда и демоны не могут гневаться. Так все-таки дед. Но вернулся. Мир изменился. Грань между жизнью и смертью стерлась, но Родков... Этот город словно застыл вне времени. И я ненавидел его постоянно. Оно стало моей клеткой, сводящей с ума. Для того, чтобы остальные жили в счастье, кто-то один должен страдать. Все местные это знают. И от их холодного равнодушия мне еще хуже. Иногда я желаю, чтобы кто-то меня остановил, но они лишь безропотно смотрят. Они позволяют жертвам случаться. Борис, зачем ты это и начал? Борис шептал сквозь зубы, усмиряя невыносимую боль. Потому что ритуал дает то, что больше нигде не получить. Я всегда презирал деда за его глупые поиски неизведанного, но с возраста мою душу перестало трогать что-либо. У меня было все. Я не хотела ничего из этого. Все поблекло. Потеряло смысл. А, понятно, еще один богач, у которого все есть, и ему скучно. Я стал искать то, что всколыхнет во мне жизнь. Он покачал головой. Как глупо все вышло. Мы становимся теми, кем всегда боялись стать, да? Борис, значит, таков финал? Я хотел что-то почувствовать. Мне удалось. Он грустно улыбнулся уголком губ. Думаешь, я изверг? Ты убивал людей. Борис поник. Видимо, сознание содеянного только тогда начало приходить к нему. Верно. Пути назад нет. Но если я, наконец, завершу этот ритуал, а проведу его так, как хотел дед, все это закончится. Ты ведь меня понимаешь. Я с самого начала это знал. Смотришь. Так же. Притворяешься. Ты не чувствуешь, а играешь. В глазах Бориса промелькнуло отчаяние. Оно толкает нас на самые безумные вещи. Манипулирует нами. Отчаянию нельзя верить. Ты не прав. Я бы никогда не опустилась до подобного. Но это мы подумали. Нужно прервать ритуал прямо сейчас. Подошва заскользила по камню с противным звуком. Я стерла один из начертанных знаков, разомкнув круг. Ты пожалеешь. В тот же момент один из монахов вцепился, любя в плечо. Женщина с криком повалилась на пол. Несколько зараженных кинулись и на меня. Отступать было некуда. С другой стороны ждал разъяренный Борис. Я закрыла глаза. Когда распахнула их, увидела перед собой хозяина поместья. Когда-то он уже защитил меня. Но в этот раз это не было игрой или фикцией. Потемневший рукой мужчина откинула одного из нападавших в сторону. Отдай книгу, Лейн. Ты просчитался. Она не у меня. Лжешь. Ты бы никому ее не доверила. Вы с Борисом успели сблизиться. Монахи вцепились в его спину, терзая пальто. Мы повалились на пол, и Борис накрыл мое тело своим, не давая теням прорваться. Слушайте, а ну что-то сцена какая-то суперинтимная. Это весьма странно. Но мне нравится. Борисик. Так что это за кракозябры. Борисик. Мяу. Он говорил о книге, но защищал меня от монстров. Чего Борис хотел на самом деле? Так забери ее и отдай меня этим тварям. Сделай то, что должен. Борис посмотрел на зараженных, которые могли бы быстро расправиться со мной. Ему ничего не стоило вытолкнуть меня к ним. Но он не стал ничего делать. Помедлил, словно искал оправдание своей слабости. Лучше я сам. Противясь самому себе, он потянулся к моему горлу, но так и не смог навредить. Борис ударил рукой о пол совсем рядом с моим лицом. По плите пошла трещина, и я со страхом взглянула на мужчину. Капилляры сильнее разрослись по его лицу. Не нужно было ждать, что ты встанешь на мою сторону. Я сам себя завел в западню. А теперь все кончено. Я больше не могу это сдерживать. С тобой я был искренним. Хочу, чтобы ты знала это. Он подтащил лежавший рядом нож и вложил мне в руку. Вокруг падали зараженные, доносились выстрелы, летели ко мне. Сделай это, пока я еще человек. И беги к отряду. Так, ты успела сблизиться с Борисом и вернуть потерянное милосердие, чтобы проявить к нему сострадание. Так, а зачем нам целовать засос с Борисом? Слушайте, ну мы со всеми будем целоваться. Все нормально. Засосем у Бориса. Борис наклонился и замер. Он тихо ожидал своей участи. Обвив руками шею мужчины, я притянула его ближе. Запустила пальцы в светлые пшеничные локоны, уже испачканные кровью. Это, конечно, отвратительно, но зачем-то мы это делаем. Что я делаю? Как мне объяснить это кому-то из отряда? А самой себе? А Дмитрию? А Каину? Да, хрен с ним. Так. Поцелуй с Борисиком. Ну, хотя он уже наполовину Борисик. Наверное, это отвратительно, но ладно. С кем не бывало, да? Я крепко обняла Бориса, и он зарылся лицом в мои волосы. Его нельзя было назвать хорошим человеком, но и полностью плохим он для меня не был. Стоило ему повернуть голову, как мы нашли губы друг друга. Каждое движение пропитало горечь. Губы Бориса были настойчивыми и едва теплыми. Он надавил на меня, и я поддалась. Впилась пальцами в его затылок и вытянула шею, сближаясь сильнее. Это было короткое прощание двух незнакомцев. Такое, от которого сводят живот и немеют пальцы, и можно заразиться чем-то неизвестным. Но он же зараженный наполовину. Ой, к нему рука тянется. Класс, класс. Понимаю, что время на исходе я схватила рукоятку крепче и со всей силы ударила мужчину лезвием в спину. Так, а мы что, убили Бориса? Охренеть. А, мы напоследок поцеловали его. Борис отстранился и замер, а после вяло опустился на меня. Я выронила нож. Руки тряслись. Вдохнуть полной грудью не получалось. Дрожа то ли от холода, то ли от страха, я пыталась пошевелиться. Выбравшись из-под тела Бориса, я провела рукой по его щеке. Глаза Бориса потухли. Он покинул этот мир человеком. Твои действия будут иметь последствия. Ну, это понятно, да. О, разблокировано достижение поцелуя смерти. Ты поцеловала живого мертвеца. А у вас такое достижение есть? А? Двадцать алмазиков, между прочим. Класс. В этот же момент ко мне прорвался генерал. И спросил, какого хера. На его лице смешались отвращения и непонимания. Что это было? Ну, с тобой же мы целовались, чувак. Я отвела взгляд. Оставив меня, он подбежал к Нику. За ним в круг прорвались Анна и Грек. Какой позор. Блин, мы не начали отношения. Ветки с Дмитрием еще нет. Он уже думает, что мы какая-то шаболда, блин. Целуем просто всех подряд. Даже полуздохшего чувака поцеловали. Какой ужас, а. А что Каин подумал? Ну, понятно. А че? Че с нас взять? Они также осмирили меня странными взглядами, но ничего не сказали. Я оглянулась. Белые крылья Анхея срезали голову неразрушенным статуям, не давая им пробудиться. Рядом с уже ожившими монахами боролся пелеон. Кажется, он пришел в себя после того, как я разорвала круг. Только Каина не было видно сквозь толпу зараженных. Поднявшись, я поспешила... Ну, наверное, сознание просто потеряло от наших действий. Поднявшись, я поспешила к Нику. Чья-то ледяная рука вдруг схватила меня за ногу. Истекающей кровью Авраам шептал, едва шевеля губами. На его груди лежали Лидия и Иосиф. Вы же обещали, что увезете их дальше от этого кошмара. На скуле послушника блеснула слеза. Его взгляд угас, и последние слова растворились в криках зараженных. Хотел дать им жанс. После всего, что вы сделали, ни у кого из вас уже его не было. Грег поднял Ника на руки. Как мы выберемся? Бессмертные смогут пробить путь назад через завал, да? Каин сможет. Один? В прошлый раз у него ушло на это много времени и сил. В этот раз будет иначе. Пробивать будем не проход, а потолок. О чем речь? Тут и так все вот-вот рухнет. Нас зажимали все сильнее, даже бессмертные начали понемногу выдыхаться. Будьте готовы. Дмитрий выстрелил вверх несколько раз. За нашими спинами опустился Каин. Блин, я думала, Дмитрий подстрелил Каину. Ладно. Приехали. Пора. Глаза ангела загорелись красным. Они больше не меняли цвет, а только пылали ярким алым огнем, испепеляющим все внутри их владельца. Вот и что это значит? Что в нем демон живет или что? Вокруг него клубились потоки воздуха. Они поднимали пыль с каменной плиты и задували ее в глаза. Мы отошли от него подальше. Ветер усилился, он трепал волосы. Что происходит? Не подходите к нему. Было неясно, откуда взялся этот мощный поток, пока за спиной ангела вдруг не показались очертания новых крыльев. Каин не ангел. Он... Кто? Блин. Рептилоид, блин. Он архангел, да? Какой-нибудь высший ангел. И без этого массивные они выросли вверх еще одной парой. Каину достаточно было легкого взмаха, чтобы закрутить вокруг себя вихрь. Он вырвал из земли тяжелый кресло, словно тот был пушинкой, и направился в самый центр зала. И начал читать проповедь. О-о-о, крутяк, блин. Охренеть. Каин крут. Прям вообще. Остановившись, ангел поднял голову, наблюдая, как к нему сбегаются зараженные. Супер. Вообще. Хищная скала и отсутствие всякого сострадания в глазах заставили все внутри сжаться. Что с ним происходит? Замахиваясь крестом, ангел рубил всех монахов, что попадались ему под руку. Он двигался быстрее обычного, за ним едва получалось уследить. Расчистив достаточную территорию, Каин взлетел и, разогнавшись, метнул крест в потолок. От удара металлических перекладин в старый свод дрогнул. Камни осыпались один за другим, образовав небольшой просвет. Внутрь зала пробивался тонкий солнечный луч. Крест полетел обратно и со звоном вошел в пол. Движения Каины стали кровожаднее. Лишившись оружия, он кидался на монахов с голыми руками. Брыжа кровью, словно наслаждаясь причиненной болью, ангел крушил все, что вставало у него на пути. Он меня пугает сейчас. Вскоре зараженных почти не осталось. Однако запал Каина не угасал. И его заносит. Это может плохо для нас кончиться. Нужно попробовать привести его в чувство. Ну, конечно, мы это сделаем, как обычно. Я поступила глупо и необдуманно, но мы решили поцеловать и Каина. Ноги несли меня вперед так, будто не было другого выбора. Мне почему-то казалось, что когда-то я уже видела его таким. Тело помнило ощущение страха, которое вызывало ангел и в эти моменты. И где-то внутри я была уверена, что у меня получится добраться до него, пробудить и привести в чувство. Слишком самонадеянно. Пасти догнав его, я набрала в легкие побольше воздуха. Каин! На что я рассчитываю? Бессмертный меня не услышал. Он пробирался дальше, оставляя за собой кучу мертвецов. Я крикнула еще раз, громче, сильнее, так, как никогда раньше. Каин! Ангел остановился. Он медленно обернулся и прожег меня полыхающим взглядом. Его лицо не выражало эмоций. Он был весь объят жажды и мыслил только о ней. Каин взмахнул крылом, сбивая с ног подбирающихся к нему монахов, затем сделал несколько угрожающих шагов ко мне. Он не видел меня. Еще секунду назад веревшая, что смогу его остановить, я торопливо отступала, ощущая превосходство бессмертных созданий. Ангел остановился передо мной. Под его тенью я сжалась, ощущая себя ничтожной букашкой. Ну, красивая тень, чё сказать. Он поднял руку и с бесстрастным выражением лица потянулся к моей голове. За секунду до того, как его ладонь сжалась, меня оттащил генерал. Лейн, как мне сточертили твои внезапные выходки! Зачем ты бросаешься на смерть? Ты не похожа на идиотку! Я учащенно... Дмитрий, это ты так думаешь? Я учащенно дышала, пытаясь переварить, что сейчас мог сделать со мной Каин. Это настоящие бессмертные. Не те, с которыми они выставляют себя перед тобой, а именно такие. Наша жизнь пролетит для них за секунду. Они не пропитаются к нам состраданием, не заведут дружбу. Мы скот, которые они должны были пасти, но не справились. Генерал повернул мою голову в сторону буйствующего Каина и не дал отвернуться. Запомни этот взгляд и не забывай. Пусть выглядят они подобно людям, но внутри совсем другие. Позже Каин узнает, что ты хотела ему помочь. Блин, ну Каин нас чуть не убил, получается. Жесть. Пелеон и Анхея закружили над Каином. Они заходили издалека и медлили, словно опасаясь ангела. А они не могут тоже так превратиться? Лунная призма, дай мне силу, да, вот из этой серии. Бессмертные взяли его в кольцо и ускорились, не давая выбраться. Их поведение напоминало пчел, защищаясь из свой улей. Они зажимали шешни, кружая вибрируя, нагревая их тела до критической температуры, от которой последние умирали. Подобное происходило сейчас и с Каином. Он сгибался и путался в сторонах. Его новые крылья опали, а глаза перестали гореть красным. Пелеон и Анхея остановились, только когда ангел упал на колени. Снова. Некоторые из монахов поднимались. Нужно было скорее уходить. Генерал! В дыре на потолке промелькнули очертания девушки, по всей видимости нашедшей нас по громкому звуку выстрелов. Вниз упал один конец веревки. Как вовремя. Анхея, Пелеон, поднимите Ника наружу. Каин справится с остатками зараженных. Анна, Лейн, лезьте вверх, мы с Грегом вас прикроем. Мы с Анной побежали к веревке, но нас ожидал неприятный сюрприз. Слишком высоко, нам не достать. Я запрыгну на веревку с креста. Чем мы только не занимаемся. Оттолкнувшись от пола, я вскочила на одну из перекладин креста. Забравшись на его верхушку, прыгнула на веревку. Мне удалось зацепиться за самый ее край. Напрягшись, я подтянулась и залезла выше. Тонкий канат выскальзывал из рук, ладони терлись о жесткие нити. Я сделала еще усилие. И, наконец, смогла обвить вокруг веревки ноги. Отлично. Мне нужно подать Анне руку. Так, ты справилась с задачей, Анна не пострадала, класс. А как она должна была пострадать? Просто посидеть пострадать или что? Ночной юмор. Наклонив корпус и держась за веревку одной рукой, второе потянула Анне. Думаю, у меня хватит сил тебя поднять. Зато у меня хватит сил подняться. Что я прочитала, ну вы поняли. Короче, у меня не хватит сил тебя поднять, а у нее хватит подняться. Вот так. Она схватилась за мою ладонь и оттолкнулась от земли, обвив меня своими длинными ногами. Теперь постарайся немного потерпеть. Под грузом наших тел я соскользнула вниз. Я не могу удержаться. Девушка отпустила мою руку и подтянула корпус к ногам. Когда у меня уже совсем не оставалось сил держаться, Анна схватилась за веревку и разомкнула свои тиски. Ты силачка, а теперь ползи. Взбираясь, я кинула взгляд вниз. Так, вы с Анной отлично сработались. Нифига не поняла, ну ладно. Надеюсь, вы поняли. Внизу Грег полз вслед за нами, Дмитрий отстреливал зараженных и двигался как-то странно. Что-то не так. Дмитрий, достаточно. Мы с Анной выбрались наружу и посмотрели вниз. Кайн кружил по залу, добивая оставшихся зараженных, а Грег, повисший на веревке, не переставал звать Дмитрия. Анна, заподозрив неладное, склонилась над дырой. Дмитрий, какого черта ты делаешь? Лезь по гребанной веревке вверх! Генерал отошел от веревки и устало повис на кресте. Он ранен. Только что выбравшийся наружу, Грег непонимающе посмотрел на девушку. Бред. Я был с ним все время, его никто не задевал. Тогда почему Дмитрий не пользуется одной рукой? Что-то случилось. Он не может забраться. Дмитрий поднял пистолет и замер. Мне показалось, что он бросил взгляд на дыру, пытаясь разглядеть Анну. По спине пробежали мурашки. Перед глазами встал образ Дмитрия, защитившего меня от монаха. Генерал выставил предплечье, чтобы не дать зараженному напасть на меня. Думаю, это не просто рана. А нет, это укус. Сидевшая тихо все это время Кира вдруг начала быстро раскрывать лежавший рядом чехол. Нет, Дмитрий, не делай глупостей. Генерал поднес пистолет к виску. Нет. Дмитрий! Это что? Это что за фильм ужасов? Он выстрелил в себя? Что? Рука генерала упала. Все застыли, не веря в происходящее. Пальцы медленно раскрылись, и пистолет выпал из его ладони. Да что за херня? Нет, серьезно, если он себя убил, я перестану играть в эту игру. Зачем она нам? Он проскользил по каменной плите, остановился у ног. Из раны в плече брызнула кровь. В плече? Я медленно перевела взгляд на Киру. Она не могла оторваться от прицела и тяжко дышала, словно боясь отдалиться и увидеть, что опоздала. Ах, фух, блин. Дмитрий жив, он не успел нажать на курок. Кира вовремя прострелила ему плечо. Она шарашенно посмотрела на девушку. Ее глаза блестели, а губы двигались, не сдавая звуков. Кира едва заметно улыбнулась с дрожащими губами. Ха! Девушка также не произнесла ни слова, но они сейчас были не нужны. Я почувствовала, как в носу защипала. Горячая слеза прокатилась по щеке. Кайн, услышав выстрел в винтовке, обернулся. Он посмотрел на нас, а затем на генерала. Потолок начал обваливаться, и пелеон с Анхеей поспешили оттащить нас от дыры. Ой, блин, что за жизнь. Только мы оказались в проходе, как огромная часть земли рухнула вниз. Из колубов снега вылетел Кайн с Дмитрием на руках. Он опустился рядом, отдавая генерала на растерзание сестре. Раздался странный далекий гул. Члены отряда переглянулись. Мне кажется, или мы все это слышим? О нет, последний выстрел был слишком громким. Все скорее убираемся оттуда. С горы, находящейся почти у самого монастыря, стремительно нанесся вниз разрастающийся белоснежный ком. Да вы издеваетесь. Через минуту эта лавина накроет монастырь и полгорода. Ах. Ну, уровень напряжения, конечно, зашкаливает. Истощенные битвой мы изо всех сил неслись к поместью. Ноги вязли в снегу, и даже бессмертные сейчас выглядели изможденными. Я споткнулась и рухнула в снег. Так, лавина уже поглотила монастырь. Бежать. Поднявшись, я бросилась бежать. Если хочешь выжить, другого выбора просто нет. Молодец, детка. Стоило нам закрыть двери поместья, как в окна ударила мощная волна снега. Стены второго этажа зашатались, раздался звон выбитых стекол, но вскоре все стихло. Наши снегоходы. Найдем их позже, давайте разберемся с ранеными. Мучающиеся от жары в полубреду Дмитрия положили на диван. Его рано перевязали, но дальше предстояло вытащить из нее пулю. На соседней кушетке положили Ника и Ноа. Они все еще не пришли в себя и выглядели истощенными. Я устала, села на пол и подтянув к себе ноги, опустила лоб на колени. Этот день был обязан закончиться поскорее. Следующий день. Что-то серия такая долгая, что я уже почти заснула, пока тут это все читаю. Наутро мы узнали, что большинство горожан спаслись. Девушка, работавшая в столовой, чудом успела вывезти их из города. Дома, как и пострадавшие от апокалипсиса, не выдержали лавины и рухнули. Те жители, которые решили остаться, были погребены под завалами. Их пытались спасти, но работа шла очень медленно. Тебе удалось предотвратить гибель Родкова. Грег и Лестер откопали снегоходы, и теперь отряду оставалось лишь собраться в дорогу. Троим из нас была необходима квалифицированная помощь, медлить было нельзя. А как мы повезем этих ребят? Умывшаяся зашла в комнату. В этот момент Анна вводила в руку Анхея какое-то вещество. На кровати моей соседки лежал открытый контейнер с зеленоватыми капсулами. Обе девушки сидели ко мне спиной. Кажется, Анна даже не заметила, что я вошла. Я не буду этого делать. Пройдя к своей кровати, я устала, рухнула на покрывало. Рядом лежали две коробки. Одна закрытая с вещами Анны, и одна пустая, которую только предстояло собрать. Я подумала, что будет хорошая идея помочь девушке с одеждой. Носили-то мы ее обе. Складывая вещи в коробку, я не заметила, как Анна закончила процедуру. Кстати, Лэйн, как ты узнала, что она нуа лавша? Нуа лавша. Нуа лапша. Нуа лаваш. Ну, когда мы готовили вместе, он постоянно задевал меня локтями. Такое тяжело игнорировать. Постучав в комнату, вошла Кира. В руках она держала уже знакомый мне чехол и одну небольшую сумку. С богатствами Анны это не идет ни в какое сравнение. Вы закончили? Остались две последние коробки. Снегоходы точно выдержат такой вес? Если будут проблемы, тебя сбросим. Грег говорит, что мы ждем только вас. Поторопитесь. Ваш Грег теперь вместо генерала? Мы так не договаривались. Этот вопрос легко решается, верно? Анна потрясла перед Ангелом пустой пробиркой и закрыла контейнеры с медикаментами. Тем более это временно. Анхея фыркнула и застегнула молнию под крылом. Кстати, Лэйн, ты же просила меня заглянуть на кладбище. Я забыла сказать, что все Романовы умерли в один день. В том числе и дед Бориса. Ясно. Как я и думала, это не могло быть болезнью. О чем вы? Думаю, семью Бориса убил орден. Они нашли пропавшую книгу и наказали предателя. А чтобы подобное больше не повторилось, вырвали страницы, без которых невозможна полная расшифровка текста. Поэтому ко мне книга апокалипсиса попала уже без них. Значит, нам нужно найти эти листы? А до листов нужно найти орден. Я кивнула. Отыщем их и книга раскроет нам все тайны. Понятно. Когда уже эта серия закончится, блин. Мы вынесли из поместья оставшиеся вещи и погрузили их в прицепы снегоходов. Пока остальные проверяли погрузку, я вернулась в опустившее поместье. Встала посреди гостиной и осмотрела каждый метр помещения, ставшего мне первым домом после пробуждения. Огонь в камине больше не горел, а на диванах не лежали теплые пледы. Да, выглядит как-то пустовато. Такая мягкая кушеточка вот эта вот. Теперь это место казалось холодным и отчужденным, но все еще заставляло сердце болезни нажиматься. Некоторые люди встречаются на нашем пути, чтобы преподнести урок. Вчера под монастырем умер один из них. Я провела рукой по нежно-зеленым камням на шее. Все в этом поместье напоминало о нем. Все в этом поместье и было им. Мой задумчивый взгляд прошелся по мебели. Я больше никогда не встречу его, никогда не смогу с ним поговорить. Мне не нравилось испытывать боли, в то же время в этом было что-то особенное, возвышенное и бесконечно живое. Время не лечит. Оно лишь стирает память и притупляет чувства. И это обезболивающее, а не лекарство. Я обернулась и посмотрела в окно. Каин, стоявший ко мне спиной, наблюдал за отрядом. А у тех, кто живет без понятия времени, боль должна быть никуда не уходит. И каждую секунду ощущается так же, как и в момент нанесения раны. Точно ли бессмертные и совершеннейшие существа? Уверена, что точно несчастнейшие. Хотя в одиночестве с ними могут сравниться лишь боги. Может в этом и есть смысл существования? Сделать себя достаточно уязвимым, чтобы чувствовать яркое счастье и боль? Ведь без контраста невозможно понимание обоих. А неуязвимость и всесильность рождают лишь скуку. Что-то подсказывало мне, что как раньше уже не будет. Что этот день оставил перемены в каждом из нас. Я постояла в гостиной еще какое-то время, а после покинула стены поместья навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok А остановились повыть на Луну? Ну красиво, что сказать, да. Тоже вроде конец серии. Конец серии. Но нам дали какой-то намек. Ох, ребята, серия, конечно, огонь. Очень странная, грустная, мрачная. Ну, в принципе, как и в первом секрете небес. В прошлом секрете, в позапрошлом, точнее. Ну вы поняли. Конечно, любая битва сопровождается осознанием чего-то грустного и неуловимого. На мой взгляд, серия прекрасна. Даже несмотря на то, что наша героиня поступила странно. Но я надеюсь, что это как-то хорошо скажется в будущем. Но вообще немножко непонятно. Если бы мы выбрали Бориса нашим фаворитом, то зачем с ним прокачивать отношения, если через пару серий его не стало. Так, у нас есть новая серия, поэтому давайте перейдем в нее. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч. Пока.